Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 610. События дня. Первое послание апостола Павла к Тимофею, 4 глава, 16 стих. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. Так поступай, спасешь себя и слушающих тебя. За 14 августа 2017 года. Игнатий Тихонович, мир вам! Спаси Христос за молитвы. После нашего разговора самочувствие мое резко улучшилось. Мама Тимофея говорит, что осознала свой грех и хочет покаяться перед вами и членами общины, и чем раньше, тем лучше. И готова даже приехать 23 августа на 1-2 дня в Потеряевку. Для этого, если вы разрешите, Михаил Батугин. Это вот мама Тимофея, которая жаловалась в прокуратуру. Проверка была в прошлом году. Ну, а нынче, вот видите, как все меняется. Ну, что? Порядок лишь бы не нарушать. По форме одетая разрешается. Сегодня уже у нас 15 августа. Тут тогда совсем мало. У меня было такое. Выхожу по Кровский собор. Это один он был тогда еще в Барнауле. Бабушка падает за колени, цепляется. И прости, и плащет. Я на вас говорила вот так. Это все настоятель. Это он говорил против вас. А теперь я узнала, вы не такие. Баба, да брось ты все это. Ой, вы скольким помогаете, оказывается. Тут, там дрова пилили, там помогали, там печку сделали. Да баба, ну все это вчерашнее. Сегодня другая уже история идет. Только делов говорил. Да и настоятеля, прости Господи. По неведению говорил или по нерасположению. Это жизнь. Вот такой-то, такой-то злодей, прямо злодей. Столько писал. Всего вдруг. Простите, простите. Я понял, почему молитва. Вот Михаил Батугин, он. Приступ там, что-то сложность было. Помолиться. Мы сразу все бросили на молитву. И вот он пишет, после разговора, самочувствие мое резко улучшилось. Но от меня-то еще зависит. Молитва-то вообще ничего не значит. Она просто открывает дверь к благодати Божией, когда Богу это угодно. Вот все события. За один день. Вчера понедельник был, и вроде маленькая погода помешала. Дождя не было. Мы уже в семь выехали. Роман Малыш на своей машине. На джипе. Обе ведущие. Вообще удивительная машина. Ну, и Володя, Никита, Сергей Бубков, я и... Вот у нас пятеро тогда. Выехали на первый мостик и проверили готовить. То есть сейчас мы по этим прудам готовим на весенний паводах. Как, что, смотрели. Как поведет себя. На сегодняшний день вода быстро прибыла. И теперь нужно смотреть, как это будет тогда. Мы решили разблокировать, воду спустить на первом мостике. Ну, и стали камни ворочать. Привезли досок на весенние паводах. Ограждение сделали с одной стороны. Ну, работа тяжелая. Камень тяжелая. Даже вдвоем камень один не могут принести. И только катят его, перепрокидывают. И как бы дамбу, ну, да такую, неплотную, с той стороны, откуда вода будет напирать. И хоть немного воду направить в нужное русло. То она будет бить в другую сторону и может размыть. А теперь отсекаем ее, как бы, направляем. Направление воды давать. Хотя-то Китай так вот на Амуре под водой строили они там. А вода бела, берег подмывала у них там. Ну, и наша территория теперь. Поехали туда, где шлюз. Проверили еще раз. Тоже опасаюсь. Батюшка уже три раза сказал. Как весной, если будет? Как уменьшить уровень воды? Никак. Никак. Сделал там намертво. Снова размоет, если что. Но все замерили. Где-то 75 сантиметров у нас в запасе получается. А когда поднимется, самый высокий уровень будет. Но надо учитывать, что дамба не закреплена. На ней даже трава не проросла. И поэтому... Ну, свежая земля насыпанная. Это она просто размолкнет дамба. Ничего больше нет. И не утоптанная. Да, и нельзя утоптать ее. Берели, мерили. Мерку взяли. Где вода... Роман сходил туда с той стороны. А я с другой стороны трассу. Меня Никита за руку поддерживал. Потому что глубоко очень с той стороны. И я смотрел. Ну, примерно все это. То видно только шапку. То видно только бороду. То глаза. И видно, что дамба на понижение пошла. Ну, и на самом низком месте запас не менее 70 сантиметров может быть. Вот. Ну, все это приблизительно. Никаких приборов нету визуально. Второй мостик. Вот у коров несколько дней назад там оторвали они жерчь. Вышли коровы и на нашу территорию усадьбы, где трава растет. Пастухи бегают. Как нам уже было добыть жердей и загородить. И мы вчера это сделали. За час 20 добыли и привезли жерди около 20. Он на своем автомобиле маленьком. На скорости везет. Прямо удивительно. Как я сижу с ним, уже обратно едем. Роман потише, потише. Никаких жмет. Вот я, говорит, эту машину как увидел, говорит, для себя. Я, говорит, понял, это моя машина. Вот так и здесь. Скорее надо теперь что, сучки обрубать? Надо шкурить? И все это надо быстро. За столом сидим. Я говорю, вот, кое-что нужно просить. Послать одного человека. Кого лучше послать? Никита, говорит, у вас, конечно. Я говорю, чтобы никаких плохих последствий. Э, нет, Никита. Просить? Ты пойдешь. У тебя получится. Идти к Игорю Барабашу, я не знаю, как это называется, сверло. Для столбов крутить. Ну, вот как рыбаки. Когда сверлят лед, так это больше. Больше, там, 20 сантиметров почти что. Ну, и вот привезли. И у нас раньше заготавливали мы столбы. Остались некоторые сваи. Все подобрали. Поставили 33 столба. 33, это все вчера. Это надо высосверлить было. Сначала наметить верхний слой, снять. У всех 33. Там нашли борону. Она выросла. Лом принесли. Ой-ой-ой, кое-как ее оттуда выдрали, переломанную, металлолом. И боязно сверлить-то, и там везде корни. И как не попасть, не попортить чужой инструмент. Это дорого стоит. И вот, Володя, я не буду, потому что я маленький ростом. И я не могу его удержать. Она, правда, сильно трясет. Я говорю, я рядом буду держать. Но все-таки, он как Еремея. Я молод, не могу, а этот я низкий ростом. Там, метр шестьдесят пять, что ли. Ну, еще вдвоем ее. А она на бензине. Я выхлопнула у нее отверстие на уровне почти груди. И бьет прямо в меня. Некуда. Я до того слабо переношу перемену воздуха. Ничего. Все перенесимо. А братья, и мы до обеда еще по две жерди ошкурили. Рука болит. И еще сотни, сотни движений ножом или топором. Снимать-то крошками буквально снимаешь. Ну, и вот так, одну сторону, откуда заходили поломанные. Решили так вокруг не ремонтировать ее, а новую изгородь построить. А старую не трогать. А к ней привязать. Она все-таки дает там старые жерди немножко. Ну, у быка в глазах-то мельтешить будет. Вот так. Закончили. Я тут задавал одной вопрос. Говорю, вам хрен нужен? В Барнаул уезжает. Вот сегодня вторник, молочный день. Игорь Барабаш уезжает. А там мама больная была. Ей нужен был хрен. Я послал накопали. Она говорит, нет, там листья нужны, не корни. Обычно я знаю, что морковка так... Ну, что нужно-то? Морковка, не ботва. И у свеклы так же нет. Ну, тогда я тут выкопал толщина в два пальца сложить. Три пальца сложить вместе. Вот указательный, большой и средний. Вот. То получится еще не вся... Вот такой толщины корни. Тут благодатная земля такая. Ну, я копнул тут три корня сразу выкопал. Ну, в течение прям пяти секунд. А, она не знает. Надо, не надо, надо, не надо. Ну, уже вечером включил. Уже солнце прям вот горизонта касается. Надо. А я схватил нож. Марина, дай нож. И побежал в огород. И напластал. Нарезал. Целую охапку. Вот, веревочками переплел все. И Володю крикнул. Володя подошел. Я говорю, вот отнести надо, чтобы отвезти Игоря. И он увидит Барнаул на сегодня. Надо в мешке. Да еще в мешке-то оно так. Нет мешки, а то у него машины на сайте. Ну, давай мешок. Гляжу, Володя уже на велосипеде и потащил. Но оно легкое. Вот это тоже дело. Это тоже наше дело. Люди ждут. Вот тут просят прощения. Здесь нуждаются в лекарстве. То лопух надо, то тут все свежее. Тут машины не ездят. За весь день ни одной машины. Ни одной. Ну, ближайший завод на 180 километров. 150. Ну, с той стороны, откуда ветер-то не дует. Ну, чисто экологически. И вот это уже к концу. Ну, и мне надо голубей проверить. Днем-то даже некогда было проверить. Пшеницы досыпать. Воды долить. Я их держу отдельно, пока не выпускаю. Я в воскресенье делал, ну, как сказать, тему такую открыл. Собака-хаски. Вот. Это выведенная, не выведенная, а просто это полудикая порода. А в нартах только ходит. А все лето сами добивает добычу. И она вот налетела, видимо, в такое время, когда кошка-то не ожидала ее. Повредила ее. И кошка, ну, буквально, ну, не может даже на кровать залезть, или еще зад волочит. Она перекусила ей сзади все. В спину всыпилась она. Так вот. Не рассмотришь толком, как было. Вот так держит голубей. Пишет про него. Он лежит в траве хозяина, голуби вокруг. А что, они летать не умеют. Такую породу вывели. Да, красивые все. А другие, чтобы клюв был короткий. Клюв такой короткий, что голубь не может кормить своих птенцов. Она из клюва в клюв кормит-то. Своим птичьим молоком-то. Так яйца подкладывает под других, у которых клюв длинный-то. Ну, а зачем такая порода уродливая-то? Летать не может. Да, какой-то голубь. Или кошка. Выведена. Нет ни шерстинки, чтобы в доме шерсти не было голая. На ее смотреть страшно даже. Ну, такое. Или собачка выведет. Она на столе стоит там несколько... Я не знаю, 300 грамм есть, нет в ней. 600. Ну, килограмма нету. Такое все. Игрушечная. Так и собака. Собака должна охранять, пасти, помогать на охоте. По крайней мере, вот три пункта. А у этой ничего нету. Ее нельзя научить застать. Вот. Это я в воскресенье говорю так было. Ну, а тут целый день-то работаешь, не просыхаешь. Поэтому. И работаешь, привыкни, мысли. Я как раз сейчас сказал, почему. Вот у немцев, у них поставили железобетонные столбы. Прадеда ищи. Так и стоит. А мы этого не можем, потому что у нас все отнимают. Сегодня один закон, завтра другой. Ну, и все отняли и ушло. То есть землю обрезали под крыльцо. По самое Прихрущеве было. Вот события дня. Ну, как всегда, показать наши ресурсы. Сейчас утром я уже поставил. Вот. Мой мир, это мое любимое. Вот оно, как выглядит. Где я просто в шапке, а не с голубем. Тут можно переписку. Тут книги просят. Почти каждый день звонят. Вот вчера тоже. На все книги. Другие уже есть священники. А книги-то кончаются со всеми. Это по три экземпляра. По три. Ну, доходит до них. Книг, какие у меня... Мне Господь позволил издать 38 томов в бумажном варианте. Их нет нигде. А не только так. Посылаю уже первого тома практически нету. Книга стихов тоже нету. А то, что три или семь книг, которые можно издать, дополнительно еще семь. Повторяю, семь книг. Это четыре книги только стихов. Каждая книга по 800 страниц. Все на нашем сайте стоит. Можно посмотреть. Ну, нет таких книг. Просто их не было и нет. И я думаю, вряд ли будет. Это сначала человека нужно создать, который вот такой путь прошел, а потом так верить. Не то, что там я о себе думаю что-то, но это действительно так. Это все, кто считает. Нет нигде больше этого. Оно никому не подражается. Просто вот я за кафедрой стою и отвечаю. Ну, я считаю, тут священники, некоторые отвечают. Как он отвечает? Бойкин язык говорит быстро. А говорит-то, его опровергнуть даже ничего не стоит. Вопросы самые пустяковые. Мне вопросы эти задавали в пяти университетах. Три радиопрограммы регулярно вел. В десятках школ, в семи отделах милиции, милиции, ну, теперь полиция, краевое, там сотни офицеров, заводы, фабрики, заключенные. Ну, где бы только ни было, и вопросы в письменном виде подавали, а потом я их расширял. Там сразу отвечал полностью по семье, 77 книг включаются. Ну, Бог дал мне память. Что сказано, в какой книге, я сразу называю главой стих на память, и одновременно, что говорят об этом святые отцы, это 300 томов, 300 из них выдержки делаю. Из мирской литературы очень много. Мировое искусство. Прихожу с картинами различных художников. Жития святых, 1173 жития, тоже на память из них привожу. Одновременно и каноны, 719 правил, канонов. Это в один вопрос ответ согласно вот то, что впереди назвал. Ну, кто, где отвечал, когда? Как он будет отвечать, когда он? Ну, не знает. У меня стихотворение каждое 9 строчек. 9 куплетов, 36 строчек. И напротив строчки каждое указано, место писания, откуда взята мысль эта. 36 раз надо открыть Библию. Ну, если знаете, скажите. Это Благодать Божия, Благодать. Это не наша. Впрочем, говорит, потрудился больше всех, не я, а Благодать Божия. И то, что мы делаем, показываем, это тоже нигде нету. Нету, простое дело. С нуля восстанавливать православную деревню. Православная. Всё. И мы показываем, вот разрушена вся инфраструктура. И как это можно делать? Как мы электричество проводили? Столбы поднимали там все деревни с пасынком. Они такие тяжёлые, большие. Настоящие столбы. Электричество. Под электричество. И всё показываем. Скотина, как разводятся. Птица, пчёлы, люди. Крещение идёт. Ну, с нуля. А таких сёл 21 тысяча. На 21 тысячу больше ни одного нету. Мы. Единственное. Поэтому хорошо или плохо, сравнивать не с чем. Ну, нет. Просто нет. Я вот что показываю, где фотографии. Мирянин. Я мирянин. У меня нет, ну, чтец. Как говорится, ефрейтор. Был такой тоже. Вот. И я показываю, что вот я нахожусь в синоде. С метрополитами, епископами, ну, с разными фотографиями, с патриархом. У меня фотографии есть. Ну, какой мирянин может показать, чтобы в храме к нему метрополит обращался, просил сказать проповедь при нём. Метрополит, епископ. Ну, если знаете, скажите, почему это дало мне 50 книг кауди. Это всё на наших ресурсах. Вот. Где много? Много. Вот. На нашем форуме. 1600 тем. Вот как выглядит православный форум. И далее. Православный видеоканал. Вот сейчас я поставил, вот посмотрели уже. Должник делается рабом взаимодавца. Две беседы тут. Ну, и в общей сложности получается 48 минут. Это много. Ну, и каждый день я выставляю 10 роликов. 10. Конкретно, как по деревне. Вот работы завершены. Приехали за расчётом за бульдозер. 153 тысячи рублей отдали. 26 просмотров. Ну, всё на лицо. Вот есть. Привезли песок. Тут некоторые даже сегодня другие ролики там были поставлены. Небольшие. Я их просто удалил. Подумал, что очень близкие к тому, что есть. 30. Вот. И везде есть добрые люди. За 56 минут 30 человек посмотрели. Ну, конечно, мало. Но если взять вчерашнее, то тут уже цифра другая. День прошёл. Вот. Бутовый камень в дефиците у нас. 414 просмотров. Вот. Наступление на Гриненую гору. 656. Два дня назад. То есть, если время проходит какое, то и меняется количество посещаемости. Ну, и во свете Библии православный библейский сайт. 4124 ответа по темам. И тема это 55 тем. Ну, вот я беру одну тему. Внутренний мир человека. И каждое утро по одному пока беру вопросу. Вот. Вопрос 2755. 13-й том «Открытым оком». Все книги называются «Открытым оком». Если человек добросовестный и в работе, значит ли это, что он добросовестен в отношении с людьми и в другом? Ответ может быть так, а может быть и не так. Истинный христианин во всем добросовестен. Совесть может быть завалена грехами, стать глухой голосу Божию. Работает как лошадь и мотив к тому жить лучше. Притча 16 глава 26 стих. Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому род его. А вот на помощь ближнему не разгонится. Ему только имя и переменить на своя выгода. Такой упарится для себя, а на милостыне его не раскачаешь. Иногда такой трудяга ни во что ставит и товарищ, если чувствует, что ему это бьет по карману. У него одно – побольше заработать. Он будет прихватывать где только можно, лишнего бензина себе нальет за чужой счет. Хорошо обработали виноградник наемные рабочие. А когда хозяин послал за плодами, они и рабов побили, и сына распяли. Матфея 21.39. И схватив его, вывели вон из виноградника и убили. В гостях быть хорошо, с гостинцами мешок. Оттягивает руки, давит плечи. К себе же пригласить о том молчок. Заприбедняемся, что угостить, мол, нечем. Но Библия нас учит отдавать, добытая по-честному, с успехом. К больному с посещением на кровать налить прищедро жаждущим доверху. Кормить голодных, раскупорить заначки с сумой, наполненной по кельям у тюрьмы. Любить Христа. Понять, что это значит, когда мы Господу послушны и верны. Лет семьдесят отмеренно гостить, но кто-то засидится и до сотни. Нам главное до царства донести кресты. Их смастерил нам назарейский плотник. Желанные ли со своим советом, когда без спроса в разговор вторгались, евангельские мысли пусть пометят, когда безбожные уничтожали гадость. И если наши кости на погосте, то чем помянутся шаги и рукоделье? Как веровал в Христа, не на авось ли, считая мир своей великой кельей? Через эфир, теперь через интернет, через компьютер набиваюсь в гости. К себе зову, как будто я в тюрьме, и через письма сооружаю мостик. Не просто гость, но и иметь свой гвоздь. На нем, на память, книги в рюкзаке. В них прославляется за милости Христос. Он учит строить дом не на песке. Сумел ли ангелов нечаянно принять, а пресс на комиссары угостить? Орлом ли стал, остался ли слезняк? Не скажет ли, ушел такой-то тип. 30 апреля 2005 года. Мое стихотворение такое. Вопрос 2757. 13 том открытым оком. Слышал, что настоящее открытие появляется от особого прозрения, в каком направлении нужно работать. Есть ли тому примеры среди верующих? Ответ. Рассказывает, что изобретавший швейную машинку, долго не мог понять, как нитку возвратить с другой стороны материи. Во сне он увидел легионеров с копьями, а на конце копьей были отверстия. Изобретатель тут же ушко у иголки поместил на острие иглы, что позволило делать захват на щелноке. Я не ученый, но до многого доходил особым наитием. Болят зубы, и все советуют выдергнуть их. Уже поломанные. В Нью-Йорке меня поместили в красивое кресло зубного врача. Но когда он стал настаивать повыдергивать корешки зубов, я не согласился. Потом еще несколько раз упустил возможность поправить их. Даже бесплатно, как льгота политическим репрессированным и реабилитированным. Ибо всегда врачи настаивали на удаление их с корнем. Я же вопрошал, не ухудшится ли память от этого. Но надо мной громко смеялись. Даже знакомые верующие врачи снисходительно улыбались на мой непрофессиональный вопрос о потере памяти. С чего ради я связал зубы с памятью, а ответить не смогу. Но вот на днях нахожу заметку, подтверждающую мои опасения. Кавычки. Беспамятца от больных зубов. Проведенное недавно исследование позволило шведским ученым утверждать, наши зубы напрямую связаны с памятью. Всякий раз, когда стоматолог удаляет больной зуб, у пациента ухудшается память. Данное явление авторы исследования объясняют тем, что при удалении зуба происходит разрыв нервов, соединяющих зубы с мозгом. Опросив 2000 человек в возрасте от 35 до 90 лет, в разное время потерявших разное количество зубов, исследователи пришли к выводу, что чем меньше зубов оставалось во рту у пациента, тем сильнее ухудшалась его память. Похоже, что каждый потерянный зуб стоит нам счастье воспоминаний, говорят ученые. В их ближайших планах выяснить, какое влияние на память оказывает удаление всего одного зуба. Но они хотят пойти еще дальше и установить, сколько зубов человек может потерять, не опасаясь потерять вместе с ними и память. Кроме того, планируется изучить воздействие на память зубов, разрушенных кориесом, а также зубных имплантантов и протезов. В то же время ученые не берутся доказывать, что зубные имплантанты могут улучшить память. Похоже, в будущем нам придется дважды подумать, прежде чем рискнуть расстаться с больным зубом. «Российская кооперация. 28 апреля 2005 года. Страница 7». Ну и вот наткнулся я на такого врача. Старый. Похоже, пенсионер. Он говорит, вот это он не считал. Да, действительно, память ухудшится. Особенно верхние зубы связаны с этим. Вот. А как я до этого дошел? Понятия не имею. Никакого исследования не вел. Я говорю, я веду занятия в университетах, на радио. Мне без памяти нельзя никак. Да вы что? Там один меня на операцию привезли, говорит, это евреи. Ну, евреи, да евреи, только делов-то. Я доволен тем, что зубы не будут болеть-то? А нет. Дергать надо. Приехал в Россию, опять дергать надо? Э, нет. У меня знакомый был Александр Иванович Устинов. Он был в главной связи, можно сказать, по радио. Или как там сказать. У Рокоссовского Константина Константиновича. В войну прошел всю. Ну, когда был в Германии, здесь пошел к врачам, а они ему зуб дергать. Ну, говорит, не дался я дергать-то. Когда в Германии-то захватили, ну и к врачу пошел, к немецкому. Врач посмотрел, ничего не говорит, говорит. Делает что-то там, копается, стучит, сверлит. И сделал пломбу. И она у него стояла лет 20. Ну и жизнь-то идет. Он опять к врачам говорит, дергать. Он говорит, вы за 20 лет так и ничего не научились, как только дергать. А она дернул, да не тот зуб. Она испугалась, давай его на место толкать. Он говорит, что это, морковка что ли? Ну, смешно даже. Псалом 118, 130. Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых. Псалом 118, 98. Какой 98? Наверное, 0-2. 98, да. Заповеди твоей ты соделала меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Ну, заповеди Божьи. Откровение Божие. Во всем, что видим, польза или вред, смотря по багажу, по череписой, по черной коробкой, что сварит на обед, то и проглотим с пользой или с риском. Нам могут делать зло, не и не удастся злодеям разломать друзей объятия. Легко поссорить нас с мирской властью, и нам бежать придется без оглядки. Но если я Христа благодарю, все принимаю как испытание Божье. Любовь единственный, вполне надежный крюк, на коем заповеди все нам сохранить возможно. За испытание и раны от врагов, бальзам писания еще щедрее льется. И даже недруг помощь дать готов. Поток щедрот при изобильности слезной. И чем сильнее неправедный судья, земной, тупой, подкупленный злодейством, когда в кагальном клане с кинжалами сидят, в сверкании злобных глаз лишь в сполах мести, Мне видится другая сторона, полезная душе моей распятой. Бог предлагает с радостью принять, с его благословением страдания будут святы. Тяжел задолжение упрек, что кто-то милостыню как-то нам подал. Перетерпеть краснее не умрем, к смирению, к смиренно-мудрению зайдем на пьедестал. Поток грозы омоет дом снаружи, но внутренне очиститься сложнее. Пусть воронен над кладбищами кружит, а в нашей горнице Христос нас пожалеет. В несправедливости есть тайные пружины, они подталкивают к чудным размышлениям, что пользы есть во всем, когда духовно живы. В молитве, на земных поклонах, а не в лени. 21 апреля 5-го года, Господь благословил меня написать такое вот стихотворение. Богу нашему слава! И на этом все.